Захавай життё детяти. В Гомельской области стартовал новый профилактичный проект Белорусского детячего фонда и специализованного лицея при Университете гражданской обороны МНС. С подробностями Ганна Коральшук. Для детей в возрасте до 4-х годов травмы являются головной причиной инвалидности и не редко ведут до смерти. По статистице, за 9 месяцев минулого года в Гомельской области зарегистровано больше за 13 тысяч выпадков детячего травматизма, отручиваний и хвороб от внешних причин. В средах переважают бытовые травмы, затем идут в уличные, спортивные и школьные. Эти лечбы еще раз подтверждают, что проблема детячего травматизма и гибели за все дозастается актуальной. Звернуть на ее додатковую увагу выращили областное отделение Белорусского детячего фонда и специализованный лицей при Университете гражданской обороны МНС. Очень много детей попадает в экстремальные ситуации, такие, где по вине родителей, по вине тех людей, которые отвечают в тот момент, когда ребенок. Дети тонут, дети падают соком, дети остаются на пожаре. Поэтому это вот наша была такая главная задача, главная цель для того, чтобы обучить родителей, чтобы они не терялись, чтобы они знали, как можно помочь ребенку, как можно сохранить жизнь ребенку. Не поворачиваются спиной, а лицом все время, чтобы мама или папа видели ребенка. Стартовой пляцовкой проекта «Захавай життё дитяти» обрали ясли сад номер 33 города Гомеля. Особную профилактичную программу пропоновали як детям, так и их батькам, бо основной причиной детячего травматизму з'является отсутность належного нагляду за детьми и дефицит веда у питаниях детячей беспеки. Малыши поглядели серый мультфильм «Чаровная книга», а так само приняли удел у гульнях, подрыхтованных волонтерами гомельских колледжев. У свою чергу дорослые отправились на незвычайный батьковский сход с мастер-классами от супрацовника МНС. У нас в районе 36 дошкольных учреждений, и каждое учреждение уделяет огромное внимание безопасности детей. Одно из наших учреждений заняло первое место в номинации «Уголок безопасности». Это ясли сад 47. Мы хотели бы, чтобы данной семье уделяли внимание не только педагоги, но и родители. Проект протягнется до конца года. Выездные мероприемства пройдусь во всех районах Гомельской области. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».